Итак, перейдем непосредственно к управлению структурой. Давайте зайдем в раздел «Компания» и создадим какую-нибудь страницу. Нам предлагается ввести заголовок страницы, назовем ее «Отзывы». И тут же предлагается перевод наименования файла будущего «Review.php». Данную функцию можно отключить, нажав на эту иконку, и, соответственно, ввести вручную перевод. Дальше предлагается перейти к редактированию страницы после ее создания, добавить пункт «Меню» и ограничить доступ к странице для каких-то групп пользователей. Далее создается пункт «Меню». Далее здесь нам предлагается ввести свойства страницы. Здесь описание страницы установлено по умолчанию. Давайте напишем свое. Напишем, что это «Отзывы о компании» и зададим некие ключевые слова, например. «Отзывы компании мебели». И заголовок, как на браузер, тоже зададим как «Отзывы». Все, сохраняем. Итак, вот наш созданный файл. Давайте посмотрим в исходном коде, как располагаются те свойства, которые мы только что установили. Исходный код страницы. Мы видим, что в мета-кейвордс у нас поставлены ключевые слова, отзывы компании мебель, которые мы только что установили. В мета-дескрипшн здесь у нас описание, которое мы поставили. И далее ниже мы видим в тайтл «Отзывы». Свойства страницы устанавливаются в административной панели. Давайте посмотрим, где это находится. Это настройки. Настройки модулей. Управление структурой. Здесь ниже мы видим все дефолтные значения, свойства, которые используются при создании страниц. Это description, keywords, title, keywords, inner. И давайте создадим какое-нибудь тестовое значение. Назовем его «тест». И название тоже будет «тест». Сохраним. Перейдем в публичную часть, изменим страницу, заголовок и свойства страницы. Здесь мы видим, что у нас есть свойство, которое было создано. Можем заполнить какое-то значение. Давайте напишем здесь «тестовое значение». Сохраняем. Итак, значения свойств у нас хранятся не в базе данных, а на самом файле. Давайте посмотрим, как это делается. Открываем файл. Наш файл. Reviewed.php. Через редактор. Мы видим здесь объект application, и у него есть методы setPageProperty и setTitle. Здесь, после подключения файла header, устанавливается значение для свойств test, title, keywords и description. Следующее значение, которое передается во второй параметр, setPageProperty. Далее здесь устанавливается заголовок отзывы. Также есть методы, которые позволяют получить все те свойства, которые устанавливаются здесь. Это методы showTitle, это показать заголовок, и showProperty. Давайте воспользуемся ими и распринтуем все те свойства, которые сейчас есть на нашей странице. У меня есть уже небольшая заготовка. Здесь я в теге P принтую title, заголовок, и все те свойства, которые у меня устанавливаются здесь. Сохраняем, обновляем страницу, видим, что у нас в заголовке стоит значение отзывы, в тест — тестовые значения, отзывы, отзывы компании, мебель и отзывы компании. Давайте переопределим какое-нибудь свойство. Например, опять же, то же самое тестовое свойство наше через метод, опять же, sitePageProperty и зададим ему ниже по коду какое-нибудь другое значение. Например, значение 2. Сохраняем, обновим страницу, видим, что у нас значение переопределилось для этого свойства. И еще один важный момент, то что это можем мы сделать даже после того, как мы выводим значение этого свойства на страницу. То есть у меня сначала идет вывод, showPropertyTest, а установка этого значения идет уже после. Давайте посмотрим, ничего ли у нас не поменяется. Итак, видим, что у нас осталось значение 2. Здесь используются так называемые отложенные функции, о которых мы поговорим попозже. С их помощью мы можем устанавливать значение этих свойств уже после того, как они принтуются в коде. Далее, давайте посмотрим другой файл, например, файл вакансии в том же самом разделе о компании. Файл вакансии. Давайте откроем его через редактор. И мы видим здесь, соответственно, один метод объекта application — это setTitle. Устанавливается заголовок вакансии. Давайте также посмотрим его исходный код этого файла. И убедимся в том, что здесь также присутствуют Keyboards и Description. Но при этом они не устанавливаются методами объекта application в самом файле. Почему это происходит? Это происходит потому, что работает так называемый принцип наследования. Эти значения, свойства страницы берутся из раздела вышестоящего, в данном случае из company. Давайте посмотрим, есть ли у нас в company специальный файл, который отвечает за свойства страницы. В данном случае мы видим, что в company нет файла с action.php. Соответственно, по принципу наследования мы видим, что этот файл есть в корне. Вот он в section.php. Можем открыть его и посмотреть. И, соответственно, видим, что в массиве Ardier Properties у нас хранятся с ключами description, keywords и robots все эти свойства, которые наследуются, которые мы видим в исходном коде. Ну, для пущей уверенности давайте в файле vacances сделаем то же самое, что мы делали в файле reviewed.php. Распринтуем какое-нибудь свойство, которое было задано вот здесь вот в section.php. Ну, например, давайте принтанем свойство keywords. Так. И смотрим, в конце кода у нас должны появиться ключевые слова. Вот они, keywords. Соответственно, это значение наследуется из корневого раздела. Итак, давайте вернемся к файлу reviewed.php. Откроем его в редакторе и внимательно посмотрим на установку всех тех свойств, которые здесь идут в начале файла. Как мы видим, здесь setPageProperty устанавливает title в значении отзыва. И еще отдельный метод setTitle устанавливает отзывы. Также ниже по коду мы можем видеть, как используется метод showTitle, он показывает заголовок, и showProperty title. Здесь showTitle может показывать два значения, как значение, установленное через функцию setPageProperty для свойства title, так и свойства, установленное через setTitle. Давайте изменим, например, свойства, установленные через функцию setPageProperty, изменим его значения. Например, назовем значение, поставим значение как заголовок окна браузера. Как мы видим, заголовок, который у нас принтуется с помощью метода showTitle, сейчас выдается как заголовок, как на браузер. Есть специальный параметр, который передается в функцию showTitle, он необязательный. Если стоит false, то передается, соответственно, функция showTitle показывает то свойство, которое было задано методом setTitle. Давайте посмотрим, заголовок 2 назовем, и здесь напишем false. Как мы поняли, setTitle у нас передает отзывы, а setPageProperty title — заголовок окна браузера. Сохраняем. Смотрим. Видим, что у нас в заголовке это передается значение, заголовок окна браузера, а в заголовке 2 — отзывы. Зачем это сделано? Это сделано для того, чтобы можно было отделить заголовок окна браузера от того заголовка, который выводится в теле страницы. Смотрим. 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 Продолжение следует...